Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Управление активами». И с нами сегодня наша коллега из города Гомеля, Беларусь, трейдер и управляющая активами Екатерина Вишнева. Екатерина, приветствую вас! Всем добрый день! Как обычно, демонстрация рабочего стола. Посмотрим. Давайте посмотрим, что вы там интересного нашли сегодня. Интересно, я сейчас расскажу. Так, значит, начинаем с золота. Это дневной график. Что тут интересного? Ну, во-первых, такое уже движение хорошее прошло. Сейчас у нас такая образовалась поддержка на 1225 уровень. Я думала, дойдем до 1250, но мы так и не дошли. Вот. И завтра, пятница. Я думаю, что, наверное, все-таки мы хотим подснизиться. Если будем уходить ниже 1225 сегодня, будем закрываться вот ниже этого уровня, я думаю, тогда еще мы прогуляемся вниз. Ну, возможно, до 1206 прогуляемся. Может, чуть до 1211. Я вас жду почему-то туда немножко от ката. Если же не будем закрываться ниже 1225, как-то удержится золото, потому что индекс мы видим, так хорошо прошел вверх. А золото как бы не очень-то оно вниз пошло, оно как-то стоит. Тем более, каждый новый минимум выше предыдущего. Так что нужно смотреть. Возможно, может, мы еще и входим в 1250. Вот. Так. Это что касается золота. Ну, вообще, если мы будем подснижаться, то я планирую его подкупить. То есть я вот всю неделю, ту неделю, это я работаю с золотом, снижаемся, я подкупаю. У меня постоянно под дебютку надевает. Вот. Так, это про золоту. В общем, если мы снижаемся, нужно подождать, можно подкупать. Потому что в ноябре, я думаю, мы еще порастем по металлам. Вот. Это уже в декабре тогда уже, да, мы уже пойдем, я думаю, вниз. Прогуляемся. А так, пока все-таки будет какое-то снижение, мы можем где-то одну и подкупать в ноябре. По серебру никуда мы не двигаемся. Как-то стоим на месте, все ждем. Но серебро любит. Потом золото, допустим, идет. Идет хорошо. Серебро стоит. Вот. Потом золото может снижаться. Серебро будет стоять. И потом опять золото пойдет вверх. И тут-то серебро может выстрелить вверх. Поэтому у меня есть одна позиция по серебру. Я ее держу. И надеюсь, что мы все-таки еще прогуляемся вверх. Значит, мы сейчас стоим в канале. Нижняя граница у нас 14,150. И верхняя 14,97. И если будем уходить выше 14,97, я жду, что мы пойдем в 15,60. Возможно, и выше. 16,8 где-то вот кидаются серебро. Но пока, пока, в общем-то, жду. То, что я жду и то, что рынок будет нам давать совсем разные вещи. Поэтому пока наблюдаем по серебру. Кто хочет, подкупать. Не нужно. Я думаю, небольшими локарами подкупать можно. Попробовать взять движение на игре, которое будет. Ну, в принципе, и все. Ну, и по криптовалютам я стою. Где у меня? А что по криптовалютам у вас? По криптовалютам у меня эфир классик и рипл. Я стою в ламуде. Стою, стою. Не знаю, что я бы стою, конечно. Уже полмесяца стою. Пока ничего, никакого движения нет. Все-таки вы верите в то, что, так сказать, может еще стрельнуть. Такая идея есть у вас, да? Идея как бы есть, но не знаю. Не такая оптимистичная, как была раньше. Ну, не знаю. Пускай постоит. Подожду. Константно. Если будем снижаться, там стоп стоит. По стопу, значит. Если же пойдем вверх, то хорошо. Ну, это, в общем-то, у меня такой на средний срок, поэтому, как бы, не переживай по этому поводу особо. Пока есть с чем поработать. Валютные пары есть. Какие взять внутри дня, если торговать. Поэтому, пускай они постоят в крипто на средний срок. Я понял вас. Екатерина, кстати, о валютных парах. Через уже пять минут ставка ЕЦБ ждут нулевую, как и сейчас, процентную ставку ЕЦБ. Как будете себя вести? Будете чем-то торговать, во что-то входить? Я евро сегодня как по безубытку выделила. Ну, и сейчас смотрю, не знаю. Я смотрю по евро за уровнем. Так, сейчас скажу. 1,1431. Если будем закрепляться выше МОТО, прогуляемся выше, до 1,1631. А так, пока не рискую я туда ходить. Более новости. Не хочется как-то. И никакую лотерею делать перед, так сказать, оглашением ставки не будете, да? Нет, я не хочу. Понаблюдаю лучше. Спасибо. Немножко заработала, чтобы не хватит. Не хочется потерять, потому что заработала. Кстати, о заработке. Последние недели, которая прошла с прошлого четверга, мы вас неделю назад видели, слышали. Как ваша доходность? Довольны сами? Ну, скажем так, всегда мало, сколько не дать. Ну да, в принципе, довольны. В принципе, нормально заработать есть. Да, да. Ну, положительная доходность. Самое главное, да? Да, да. Главное, что положительная. Вот. А то, что там хочется больше, это, конечно, не всегда. Понятно, да. Екатерина, вот такой вопрос. Вы, когда жили в Наровле, у вас рядом был стадион, вам было куда ходить заниматься. Что в Гомеле, есть ли стадионы в Гомеле? В Гомеле тоже есть стадионы, но недалеко. Но здесь, рядышком, я правда бегу туда, есть прекрасный парк, там еще лучше, чем на стадионе, там такой свежий воздух, там речка. Когда, когда бежишь по набережной, просто наслаждение. Вот, поэтому, даже лучше, мне нравится, да. Я бегу в парке, пробегаю по парку туда, потом назад возвращаюсь, потом бегу сюда домой. Ну, здесь рядышком есть школьный стадион такой небольшой. Ну, здесь уже просто на турнике могу. Ну, не домой. Понял. Ясненько. А в самом парке турников нету там, да? Там есть, там нужно, там есть и можно другой берег переходить. Ну, сейчас не особо хочется туда идти, там песочек, там он на пляже как бы находится. Поэтому летом, да, ходила туда, на эти турнички, а сейчас не хочется по песку. Ну, тем более дождливая такая погода. Не хожу, я хожу уже ближе к дому. Уставшая такая, уже набегавшаяся. Ну, понятно. Ну, ближе и домой. Конечно, конечно. Ну, а у нас-то здесь Ирмайловский парк, и там турников больше, чем утром, я вам хочу сказать. То есть, каждые 100 метров, мне кажется, там поставили. Не знаю уж чего, или предвыборная компания такая была, или еще чего. Ну, массу всего поднасовали, надо, не надо, поднаставили. Ну, удобно, что там. Ясненько. Да, да. Да, народу нравится, никто не возмущается, как бы. Главное, чтобы занимались. Да, да, да. Вот. Ясненько, Екатерина, поняли вас. Спасибо вам за ваш обзор и рассказ по практике торговли. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Вам всем тоже хорошего дня, до свидания. До свидания. Продолжение следует...